здорово это список тех кто поддержал предыдущую серию не только лайком постоянный спонсор нашего канала джавитка даешь выпуск девочкового теста белого унитаза на эндуро трассе обнял вот трасса достроиться обязательно будет также постоянный спонсор нашего канала мото мастерская рф воркшоп 81 лайк подписка на бусу ссылку на мастерскую я закреплю в комментариях а теперь смотрим и и так здорово дружочек пирожочек сегодня в нашем замечательном кинофильме хондочка стит влс частично первая часть этого обзора будет посвящена владельцам хонд различных видов но кстати не влс а потому что к лесу это не относится влс берут те кому нравится красивые мотоциклы потому что это наверное единственный красивый некро японец реально очень красивый а вторая часть уже будет непосредственно посвящена влс и я расскажу о нем я даже не поленился приоделся в корлеевскую мантию не смотря на то что она почти цвета кожи и потом меня не вы не получится на цвет кори вытянуть цвет кожи я буду бледный бледный по сравнению с ней несмотря на это все равно приоделся в корлеевскую мантию чтобы сразу было понятно что я абсолютно не предвзят даже даже вот ключик ключ к от honda я повешу на хорлеевский брелочек чтобы было видно что пока что она так сказать под моим контролем так что владельцы хонда не пугайтесь начнем начнем с того что ну представлю немножко вообще honda стит она начала делаться еще там в далеком восемьдесят восьмом году и вот вот это конкретно это тот мотор вот этот и 600 к это тот те моторы из-за которых в принципе honda приписывают вот эту легендарную надежность это не связано со всеми всеми ходами это пошло в принципе вот от этого мотора который реально не умирают его очень сильно пытаются убить и очень сильно пытается убить владельцев он но но он старается он живет он будет стать маслом будет трещать все с ним самое страшное будет происходить но он будет ехать так вот попытаюсь предостеречь тебя мой друг если ты захочешь купить себе honda и естественно естественно ты попробуешь наверняка столкнувшись какой-то проблемой ты здесь столкнешься я не говорю о чем-то страшным и ужасным просто надо понимать что мотоциклу мотоцикл много лет и что вполне вероятно что с ним может что-то случиться и ответы ты будешь искать на форумах преимущественно потому что ну эти мотики делаются очень давно и как бы все проблемы по этим мотоциклам решены как бы надеясь на помощь так сказать брата хендовода ты зайдешь на форум но с чем ты там столкнешься и чем столкнулся я когда пытался найти какие-то косяки этого мотоцикла какие-то болячки потому что но это есть у всех все мотоциклы надо чинить все мотоциклы надо обслуживать это совершенно нормально но форумы хендоводов это отдельная история когда ты зайдешь на форум хон ты спросишь что-то в стиле вот у меня что-то сломалось что с этим делать тебе скажут не мучай мотоцикл ублюдок это ты его сломал а хонды потому что не ломаются тебе чинить ничего не надо обоссать и забанить примерно так выглядит все на хендоводских формах когда ты пытаешься так сказать проникнуть на них в тыл и разузнать что-нибудь о мотоцикле когда я искал что-то о стиде я наткнулся на тему вроде того что парень спрашивал а почему в хонде в стиде столько маленьких косячков которые мне приходится исправлять а вроде того что там откручиваются некоторые болты что ржавеет бак на них довольно часто крышечка на подножке например отваливается о существовании которой многие даже не подозревают того что она уже потеряно десятки лет назад и в ответ человеку начали отвечать что-то вроде ну не нравится не езди или ну возьми старый мотоцикл или ну а какого хера ты его нормально не перекрутишь а он логичный вопрос задает а почему должен делать это я не сделали на заводе тогда ему отвечают ну не делай нихера ты чё не будешь на улицу выходить то что те шнурки завязывать надо вот здесь тоже самое владельцы владельцы хонд ревностно относятся к любым возможным косякам которые могут возникнуть и то же самое было когда я снимал honda shadow зайдя на формы и пытаясь обнаружить какие-то ее болячки косяки и так далее это было похоже на заказы на зайка закидывание друг друга какахами потому что если кто-то кто-то спрашивает как вылечить вот это ему говорят что ты тупой это не ломается это сломалось только у тебя забанить кто-то спрашивает а вот у меня пропала компрессия ему пишет ты тупой ты неправильно обслуживал мотоцикл и а владельцы хонд пытаются поддерживать вот эту легенду о невероятно надежном моторе который никогда не умирает и ни за что не признаются в косяках которые в нем есть итак надежность у этого мотора в наличии абсолютно однозначно есть потому что этот мотор ставился сначала на стит я говорю конкретно 4 сотки он ставился на стит с 88 по 2001 год а потом honda делали на нем же shadow который производился там до 2016 года этот мотор ставился еще в транс альпы этот мотор ставился там в rx этот мотор ставился в брос на огромное огромное количество мотоциклов он ставился и его же старше собрата шестисотки точно так же это вот вот эти два мотора это реально просто неубиваемая хрень которая с одной стороны хорошо с другой стороны плохо с хорошо потому что он реально не убиваемые если его обслуживать им все будет в порядке вот когда я снимал обзор на африку twin я спрашивал воде это что у тебя сломалось он говорит ничего я спрашиваю что ты чинил а чинил вот это вот это вот это ломается или нет он говорит нет не ломается мой мотоцикл это моя королева она мне приказала починить я починил она не ломалась вот примерно так же многие владельцы honda считают про свой мотик и проблема в том что это же приводит к тому что его покупают очень часто на последние деньги прям вот 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 совсем на последние настолько чтобы его даже не обслуживать потому что я слышал что он не ломается к чему это приводит вот с утра утром я списался с человеком из новосибирска который заказал себе ну можно сказать новый да наверное можно сказать новый мочек из японии стид 400 он заказал его с оценками 5 там все оценки были 5 и он стоил ему 200 тысяч рублей но те кто охотится за honda стит намереваются купить его себе примерно за 120 как раз владелец вот этого стида мне написал типа вот сколько владельцев honda я не знаю все пытаются урвать что-то подешевле типа оригинал запчасть стоит там например 1000 рублей я пойду куплю какой-то откуда-то что-то более-менее похожее не оригинал но за 500 и сразу же в инстаграм мне пишет человек что были запчасти дорогие поэтому пытаешься что-то заколхозить например задняя покрышка подходит от волги а например стеклышко можно заколхозить от копеечки то же самое там с бензонасосами и так далее страшно то что то что мотик этот может превратиться через несколько лет потому что во первых на нем пытаются сильно экономить во вторых их много и как ни странно страшно то что реально очень много очень много в этом мотике можно заколхозить чем занимаются очень часто владельцы этих мопедов это самые 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 тюнингуемые мотоциклы в японии почему потому что японии есть ограничения по правам то есть когда ты получаешь права ты не можешь сразу сесть там на шестисотку ты не можешь себе купить sportster 883 у тебя только один стул это 400 . и поэтому естественно его берут там какие-нибудь молодые пацанчики которым но скучно осознавать что у них 6 у них не 4 соточка даже не 6 соточка и поэтому начинается начинается страшный и лютый колхозинг давайте перейдем уже ладно к седу и конкретно к влс влс берут реально те кому нравится красивые мотоциклы потому что это это великолепное великолепие вот из этой даже даже если ты его купил и он тебе не понравился от него вилку всегда можно продать ты всегда найдешь человека который захочет купить вот эту вилку вот этот спрингер я видел в продаже очень много дайн хорлеев дайн которые были вот с этой вилкой я писал владельцам спрашивала что же как он себя чувствует а чего вилка как как у нее дела и все они с гордостью отвечали что она не работает серьезно ребятки вы ожидали что вы можете поставить эту же самую вилку на мотоцикл который весит почти на 200 больше и все будет с ним в порядке и это наверное самая прекрасная часть влс а потому что ну в принципе если касаться его минусов минусов реально пусть и да в принципе может быть только возраст и владелец который был до тебя и кстати вот с влс меньше шансов на это наткнуться потому что влс просто так опять же не возьмут он будет стоить чуть дороже и те кто целится в седы они целятся в какую-то надежность пытаются взять что-то подешевле сэкономить и ну маловероятно что этот человек будет брать себе влс возьмете вл x какой-нибудь закоряченный перекоряченный будет наслаждаться жизнью так вот из косяков что у них есть из косяков из косяков отзывных компаний у них нет вообще ни одной отзывной компании на вот эти 400 и моторы и в принципе мотоциклы ну стеды стеды и принципе на стеды с этими моторами нет то есть завода они реально сделали просто танк который ездит ездит и будет тебя возить очень долго ты будешь за ним ухаживать ну как в принципе как и любой мотоцикл но вот с этим можно чуть-чуть попроще к этому относиться наверное потому что из косяков в принципе есть что реле регулятор который может перегорать ну в принципе honda любят перегорающие реле регуляторы поэтому это нормально тоже поменять его не проблему здесь стоит в абсолютно элементарном доступе открутил прикрутился у тебя хорошо дальше что если касаться обычного сюда то это сущая вилка здесь как вы можете себе представить это практически бесконечная конструкция и в целом вот вот это наверное вещь которую можно по приколу например за 30 лет ни разу не обслужить она будет себя чувствовать нормально вот вот этот мотоцикл в 98 года как и все влс и потому что влс делался только один год их на самом деле не очень много и как можете догадаться на второй косяк ну или недостаток скажем а это то что бак маленький вообще я я читал что на влс и бак еще меньше чем на обычном стиде но вроде как здесь вот стоит восьмерка или 999 тупанул 9 здесь стоит 9 литров и ну вообще все владельцы стидов на самом деле мечтают найти таки ту версию японческую с 11 литрами и поставить себе может быть здесь и бак уже не родной потому что у них есть проблема такая что бак ржавеет то есть если на нем появилась какая-то вмятинка или косточка небольшая вроде ничего страшного но внутри у бака есть покрытие и она начинает от этого разрушаться и через какое-то время бак начнет ржаветь если он начнет ржаветь придется что-то делать с корбами уже у меня честно говоря есть подозрение что для города вот его прям прям достаточно и для небольшого межгорода тоже на думаю следует это проверить на ходу так что поехали прокатить итак мотоцикл значит из 98 года хотя с этой вилочкой можно смело говорить про 70 просто малышка так нравится как спрингер работает очень нравится так зажигание зажигание зажглось не знаю заведется ли без подсоса сейчас или нет попробуем вообще спокойно здесь пробег от 36000 ну сложно сказать я как бы не не такой оценитель возрастов я не могу сказать что скручена не скручена но вот мотор работает очень бодро кстати на прямотоке звучит крайне забав коробка такая мягкая очень мягкая так нравится вот этот вид фары болин стандартный выхлоп еще как ни странно вот я от о чем я и говорю что здесь в лес и колхозят меньше всего потому что это изначально уже готовый красивый мотоцикл с ним ничего делать не но кстати вот не чувствуется что сильно не хватает мотора ну как бы он просто едет и ездит вполне себе а мне так нравится как спрингер работает болея очень мягко очень мягко я не знаю как с пассажиром скорее всего будет больно но вот как есть в режиме как есть на 1 боли великолепно шестую бы передачи ему конечно потому что к 100 ближе уже появляется такая вибрация не сильно приятная сейчас будут такие нихреновые кочки на которых можно будет продегустировать режим работы наконец-то этой подвески да наверняка управляемость говно но мягко но очень мягко вибрирует сильно до но 30 ну и все реально ну там можно 140 выжить вот с горки но это все это издевательство так что 110 нормально байлин мне так нравится как спрингер работает очень нравится посадка мне писали несколько человек один написал что он ростом 180 ему тесно два других написали что я ростом 190 и мне нормально 110 кстати вполне нормально ну да зудящие вибрации есть не сильно приятно ну-ка . опа да вообще нормально блин мне очень нравится спрингер и как всегда моторчики маленькие они ощущаются очень веселыми у меня нет ощущения что что что-то с ним не так что что-то в нем не хватает вполне себе еще одна кочка нифиговая оп сзади чуть-чуть жестковато но вот блин но вот спрингер просто знатно если бы вот эту вибрацию убрать с руля вот этим там есть сайлент и их можно поменять я уверен и будет окей честно говоря 120 он едет нет ощущения что он как-то сильно напрягается по ускорению та же самая африка твин плюс-минус ну вполне на самом деле возможно возможно это из-за стандартного выхлопа вот это тот случай когда стандартный выхлоп решает на максимальных оборотах потому что но на больших на больших оборотах у меня нет ощущения что мотор страдает задыхается мучается вообще отлично себя чувствует ну вот этого бака мне бы хватило на самом деле что мне 100 километров на баке выше крыши нынче 21 век расстояние между заправками достаточные так что не вижу смысла переживать и нет смысла там канистру возить но если конечно ты там не знаю какую-нибудь монголию не собрался и тебе реально надо сразу взять с собой бензин на на всю часть которая будет монголии пролегать на всю часть дороги в обычной ситуации тебе нет необходимости в этом очень легко поворачивается абсолютно велосипед вообще бруклинский мост все еще вы заросший да увидимся в следующем обзоре мне нравится мне нравится на нем рассекать в полос 130 нормально ну и все дальше упирается ну честно вот так вот пердеть 100 нормально если бы еще быхлоп был вообще было бы не скучно а в городе покрасоваться так вообще ну вибрация как бы не повышается с увеличением скорости вот как он ехал себя так и ездит не знаю ничего у меня при росте 182 у меня ничего никуда не упирается все нормально мне руль нравится прикольный чуть пошире хотелось ну попривычнее было бы но мне нравятся такие узкие рули а тут выбора немного было тут была версия минималки в которой был драйк бар просто прямой как бы и спинки не было вот это была совсем минималка влс классная штука самый четкий пацан на районе с ним будешь и сразу же не так скучно на обычном стиде было бы вероятно очень очень грустно ехать здесь вообще прикольно ты ты себя ощущаешь так сказать олскульным чел челиком забавляя конечно всякие отмазки типа но более он был рассчитан на японские дороги а ты наш что видел конечно там у него что-то откручивается конечно ломается признайтесь просто все мотоциклы ломаются владельцы фонд и перестаньте страдать зато по количеству дизлайков к этому видео будет понятно сколько ранимых владельцев он посмотрел мой кинообзор вообще ничего плохого не могу сказать про него да старый конечно да повидал виды но конкретно про мотоцикл не про экземпляров про мотоцикл ничего плохого сказать не могу за бабки за которую можно взять это подарок даже вот обгончик ну-ка 4 сбрасывать смысла нет на около скоростях около 100 что мотора так уже практически в пределе находится своем просто надо открутить и надеяться пожалуйста даже быстрее потока еду это была очень неплохая кочка сейчас и меня на ней не пробило просто качнуло очень мягкий мотор очень предсказуемый и так постепенно будем подводить итог некоторый и только состоит в том что плохого в этом мотоцикле я ничего не обнаружил для себя и думаю в нем сложно найти какие-то изъяны и недостатки кроме но фактически состояние его да но это это зависит от конкретного образца которую купите так что если вы не пожалеете бабок закажите из японии наименее зачунингованный который увидите я думаю он проводит вас еще очень долго и все у вас будет отлично или если вы влс найдете потому что опять же они особо не дрочатся владельцами не тюнингуются вот так за них спокойно катаются по красоте красивый коробка очень очень четко нравится хондовская коробка тормозов бы ему навалить и был бы неплохо так конечно ну не гонка не гонка но чё поделать в общем кому можно посоветовать этот мопед можно посоветовать тем кто ищет себе какой-то надежный круизер дешевый вот янта ваш вариант однозначно потому что они все известно они все можно найти проблем у них особо нет тормозов немного не хватает по мне ну может быть я просто не привык может быть как-то имя по-особенному пользоваться но хотя здесь спрингер в принципе что-то лютого торможения от него ожидать не стоит заднее колесо меня удивило оно шире чем у меня на дайне даже так что вид имеет в общем кому нужна красота по дешману и чтобы она еще и не ломалась это ваш вариант однозначно так что если вы не пожалеете бабок купите себе в нормальном состоянии стит то вы его однозначно еще и перепродадите потом спокойно потому что они ну всегда будут пользоваться успехом и ничего на этом не потеряете обслуживать его не придется так что не экономьте бабок покупайте нормальные мотики все у вас будет в порядке на этом все с вами был человек сережа выиграл лишнего пирожок пока пока на этом кинофильм заканчивается но у меня еще дохрена видосов так что тыкай сюда чтобы подписаться на каналы а сюда чтобы смотреть остальные мои видео ну и